Этому дому 230 лет. За время своего существования особняк сменил немало хозяев. Но в историю вошло только одно имя – его последней хозяйке, великой русской актрисы Марии Николаевны Ермоловой. Ермолова вместе с дочерью и мужем, адвокатом Николаем Петровичем Шубинским, переехала в этот дом в 1889 году и поразилась его размером. Снаружи дом кажется небольшим, но внутри он очень емкий. В этом сегодня убедимся и мы, побывав в доме музея Ермоловой. Сейчас мы находимся с вами на первом этаже. Это парадный вход в дом. Вы видите шесть колонн блестящих, чугунный узорный пол, который был в этом доме. И за моей спиной большая лестница, по которой поднималось множество разных и очень известных, и не очень известных людей, поскольку дом был довольно гостеприимным. Первый музей, музей-квартира Ермоловой, был основан в 1970 году, только в верхнем этаже, там, где, собственно, и жила семья Шубинского и Ермоловой. До 1917 года дом принадлежал целиком этой семье. А после 1917 года дом уплотнили, буквально очень все похоже на произведение Булгакова. И потом Ермолову уже доживало свой век, там, наверху, мы это все с вами увидим. Реставрация, собственно, дома целиком шла с 1981 по 1986 год. И 20 февраля 1986 года мы открыли вот этот замечательный, с моей точки зрения, музей. Экскурсионная программа, разработанная после реставрации дома, удачно вписалась в интерьеры музея. Например, в комнатах с окольного этажа при Ермоловой жила прислуга. Теперь здесь материалы, рассказывающие о первых шагах Марии Николаевны к театральному Олимпу и о детстве будущей актрисы, которую она провела в доме с такими же низкими потолками, как в этих комнатах. Перед нами экспонат замечательный. Это маленькая тетрадочка, даже как бы записная книжка, в которой отец Марии Николаевны, суфлер Малого театра Николай Алексеевич Ермолов, сделал запись о том, что 3 июля по старому стилю в 3 часа по полудни родилась дочь Мария. Это книга с записью о том, как родилась Мария Николаевна, когда она родилась, и о том, как ее крестили в честь Марии Магдалины. Здесь, в этом зале и в этом небольшой комнате мы рассказываем о том, каким были первые впечатления детские Маши Ермоловой. Как я уже сказала, Маша была дочерью суфлера. И на акварели, которая сейчас рядом со мной, вы можете увидеть Машу с отцом Николаем Алексеевичем Ермоловым, глядящую на сцену из суфлерской будки. Акварель эта принадлежит замечательному художнику Леониду Ищу Пастернаку, отцу знаменитого нашего, великого нашего поэта Бориса Пастернака. Маша года в четыре заявила, что она будет великой актрисой, так как она видела всегда, отец ее брал в театр, она видела всегда из суфлерской будки великие спектакли Малого театра и замечательных актеров Ивана Васильевича Самарина, Прова Садовского, и даже однажды видела Михаила Семеновича Щепкина. Мария Николаевна родилась в театральной семье. Отец ее был суфлером, младшая сестра тоже стала актрисой. Все ее дяди и тети закончили театральную школу при Императорском Малом театре. Обучалась там и сама Мария Николаевна. Книга «Вера», которую вы сейчас видите, рассказывает о том, как отец Николай Алексеевич Ермолов 9 февраля 1863 года свел Машу в театр. Я еще не была 10 лет, когда она поступила в театральную школу при Императорском Малом театре. Но надо сказать, что тогда в театральной школе в основном готовили балетных актеров. И Мария Николаевна, Маша Ермолова прошла все трудности подготовки к балетной карьере. Балета страшно не любила. Перед девочками, своими одноклассницами, разыгрывала отрывки из тех трагедий, в основном из трагедий, которые видела на сцене Малого театра. С самых первых часов или дней обучения дети театральной школы могли и имели право, и даже обязательным это было, принимать участие в массовых сценах спектаклей театра. Вот «Сертучок» Егорушки из пьесы «Бедность не порог» Александра Николаевича Островского, в котором Ермолова играла в 10-летнем возрасте мальчика. Первая главная роль Маши Ермоловой в «Бенефисе ее отца» оказалась провальной. Ее назвали некрасивой, неуклюжей, неталантливой, в общем, посредственной актрисой. Все изменилось благодаря счастливому случаю. В 1870 году знаменитая актриса Надежда Медведева готовилась к «Бенефису» – спектаклю «Эмилия Галоти». Роль «Эмилии» неожиданно досталась Марии Ермоловой, которой пришлось заменить спектакль первоначальную претендентку, заболевшую Гликерию Федотову. На этой диораме Московская театральная площадь 1870 года. Именно в это время состоялся дебют Ермоловой. Первый спектакль «Эмилии Галоти» был назначен на 30 января 1970 года. День этот Мария Николаевна потом вспоминала и с каким-то счастьем, и, наверное, содрогалась от ужаса, как же все начиналось. В этот день она ходила по коридорам театральной школы, то брала тетрадь с ролью, то вновь ее откладывала. Потом услышала, как голос школьного швейцара прикричал «Карету малой». Тогда девочек, ну и вообще воспитанников, актеров привозили в каретах, в повозках, чтобы они могли играть. Ее вывели из театральной школы, она села в карету, ее привезли, там очень маленькое расстояние, привезли ее в малый театр, надели на нее костюм, предназначенный для Федотовой, совершенно был ей велик, надели на нее парик, который съехал на глаза. Медведева оправила костюм, оправила парик, приколола шаль, перекрестила, благословила, и нужно было выходить на сцену. Вот тут у Маши началась истерика. Она плакала и кричала, что не помнит ни одного слова роли, что ноги ее приросли к полу, и она просто не может выйти на сцену. В эту секунду ее кто-то подтолкнул сзади, и она чнулась на сцене. Передо мной два каких-то огромных ярких пятна. Я не помню, как произнесла первые слова роли, вспоминала потом Ермолова, но раздались аплодисменты. И я успокоилась и продолжала, и провела всю роль до конца. После окончания спектакля ее вызывали 12 раз. В следующем году Ермолова окончила театральную школу и была зачислена в труппу Малого театра, где прослужила более 50 лет своей жизни. За эти годы Мария Николаевна сыграла более 400 ролей. Наиболее удачные роли можно перечислять бесконечно долго. Катерина в грозе, Лауренсия в овечьем источнике, Эстрилья в звезде Севилья, Негина в талантах и поклонниках, Мария Стюарт и Федра в одноименных пьесах, Афелия в Гамлете, Дездемона в отеле, Леди Магбет в Магбете и многие другие. При этом фотографии Ермоловой до нашего времени дошло сравнительно немного. Она не любила фотографироваться. Немногочисленные фотоматериалы собраны в желтой гостиной дома-музее. Именно здесь рассказывается о творчестве звезды. В 1907 году Ермолова уже устав, надо сказать, от работы вообще в Малом театре. И от сложности, которые в тот момент были, ну как во всяком живом организме, в Малом театре тоже бывали, наверное, свои какие-то трения, свои проблемы. Она берет на год отпуск и уходит на год вообще, перестает играть. Это событие, тогда ведь не было ни телевидения, ни кино, это событие воспринимается как разрыв бомбы буквально. Творческие люди переживают страшно, что как дирекция так плохо относится к Ермоловой, как может отпускать ее и, так сказать, не давать ей играть. Это было не совсем так. Действительно, человек устал, болел и надо было передохнуть. В 1908 году Мария Николаевна возвращается на сцену Малого театра с триумфом в пьесе Островского «Без вины виноватые» и объясняет свой отпуск тем, что не только усталость, но и переход на роли матерей, пожилых дам, ей бы не хотелось, чтобы это резко заметила публика. Мария Николаевна была гениальной актрисой, но никогда не была актрисой амбициозной. Талант она считала не собственной заслугой, а данностью от Бога, такой, как, скажем, цвет глаз или тембр голоса. Когда мы создавали музей, была еще жива такая ведущая актриса Малого театра Софья Николаевна Фадеева. И Фадеева рассказала о том, как она, будучи девчонкой, стояла в массовке, когда Ермолова играла Кручинину в «Без вины виноватых». Это был уже 18-й год, уже была советская власть. А Ермолова играла эту роль долго. И вот Фадеева вспоминала, что когда Кручинина Ермолова в актере театра, в котором она приезжает в свой родной город, играет какие-то роли, она узнает в провинциальном актере Гришке Незнамове своего сына, которого когда-то оставила в провинции, в этом городе, когда он был совсем маленьким. И узнавая его, и понимая, что перед ней ее сын, которого она считала умершим, погибшим, она очень тихо произносила «Это он, он», – рассказывала Софья Николаевна Фадеева, и медленно опускалась в кресло. И в эту секунду, вспоминала Фадеева, весь зрительный зал Малого театра поднимался и в тишине, может быть, доли секунд были какие-то, дослушивал и досматривал финал спектакля. Это кабинет Марии Николаевны Ермоловой. Единственная комната, интерьер которой был воссоздан по фотографии. На своих местах стоят рабочий письменный стол, книжный шкаф и другие предметы мебели Ермоловой. А еще здесь можно увидеть исторический костюм, тяжелый меч и фотографии. По задумке музейщиков, этот кабинет посвящен любимой роли великой актрисы, орианской девы Жанны Дарк. Массовые сцены тогда исполняли не студенты, слишком большие были массовые сцены, не актеры, а специально привозили солдат некоторых полков по просьбе начальства дирекции Малого театра для исполнения массовых сцен. Так вот эти молодые ребята, солдаты и не обученные люди, не обученные театральному искусству, на призыв их Жанны броситься за освобождение Франции в бой, в какие-то моменты забывали о том, что они на сцене и готовы были ринуться в зрительный зал со своими деревянными мечами, чтобы постоять за замечательную Родину, за Францию. А вот так выглядела гримерная комната Марии Николаевны. Конечно, располагалась она не в доме, а в Малом театре, но сотрудники музея решили рассказать о месте, где актриса проводила последние минуты перед выходом на сцену. Так в одном из свободных помещений дома появился этот макет в натуральную величину. Нам тоже удалось более-менее приблизить к подлинному интерьеру, так как существуют рисунки и фотографии гримерной комнаты Ермоловой. Здесь очень важно, что стол подлинный Ермоловой, гримеровальный со всеми принадлежностями, мелкими вещами, бутафорией, подлинный костюм, подлинные туфли и, естественно, корзина с искусственными цветами, поскольку Ермолова, конечно, была бесконечно любима публикой Москвы, публикой Петербурга. И была очень, ну, трудно сказать, о неизвестной, знаменитой. Она была просто кумиром в того времени среди драматических актеров. А время это конец 19-го и начало 20-го века. Эту комнату сотрудники и посетители дома-музея Ермоловой называют Белым залом. При жизни Ермоловой здесь отмечались праздники. В этой комнате собирались гости – Пелешаляпин, Собинов, Нежданова. Традиции Белого зала продолжаются и сегодня. Для посетителей музея здесь устраиваются вечера, концерты и спектакли. В 1905 году Валентин Александрович Серов, знаменитый русский художник, здесь писал портрет Марии Николаевны. Сидел он приблизительно на том месте, где стою сейчас я, но лицом к портретам, а недалеко от портретов стояла Мария Николаевна. Сеансы проходили в течение трех месяцев. Они были безумно молчаливыми людьми, Ермоловой и Серов, так что в основном все эти сеансы проходили в полном молчании. Портрет, когда закончил его Серов, Мария Николаевна не очень восприняла сначала, так как она была человеком очень застенчивым на самом деле и достаточно сдержанным. Ей казалось, что портрет слишком пафосный, слишком такой высокий для нее. Но потом как-то привыкла к нему и уже своим друзьям, коллегам частенько дарила репродукции из этого портрета, которые печатались тогда в большом количестве. Портрет у нас, к сожалению, копия, подлинник висит в Государственной Третьяковской галерее. Некоторые комнаты дома восстанавливались по воспоминаниям современников. Например, вот эта большая столовая. Один из знакомых актрисы не только описал комнату, но и нарисовал ее план. Большая темная комната под дуб, с большим столом и угловыми диванами. Так вспоминал эту комнату еще один друг семьи. Благодаря рисункам и описаниям столовая была воссоздана в музее. В центре ее подлинный Ермоловский стол, за которым в конце 19-го, начале 20-го века собиралась замечательная публика. Здесь бывали Станиславский и Немирович Танченко, бывали коллеги Ермоловы из Малого театра. А однажды здесь обедал Антон Павлович Чехов. Потом писатель описал этот обед со свойственной ему иронией. Пообедав у звезды, два дня потом чувствовал вокруг головы свои сияние. Собирались обычно по субботам. В субботу был Малый театр, выходным. Говорили обо всем. В основном, наверное, говорили о художественной жизни Москвы. Обычно в обычные будние дни жизнь была довольно насыщенной и трудовой. Марья Николаевна уезжала на репетиции где-то около 10 утра. Ей подавали карету. Николай Петрович Шубинский, который вел частную практику здесь в доме, В час дня поднимался со своими помощниками, чтобы, так сказать, можно было передохнуть и устроить, как сейчас говорят, ланч. Ну, тогда говорили второй завтрак. Обычно утром около самовара суетилась старушка-экономка. Кипел кофейник булочная филипповская. Поставляла сюда свежие калачи. Пахло вкусно кофе. В 10 утра уезжала Ермолова на репетицию, как уже было сказано. Если была репетиция, если же репетиции не было, то шла по бульвару гулять со своими собачками. Она очень любила собак. И здесь неподалеку жили ее сестры. В час дня поднимался Николай Петрович Шубинский. В три часа возвращалась Ермолова из театра. После репетиции семья садилась обедать. И где-то около шести Мария Николаевна снова уезжала в театр уже на спектакль. Основную нагрузку репертуара Малого театра в 90-е, в начале 900-х Ермолова несла на своих плечах. После обеда в столовой близкие друзья Ермоловой и Шубинского переходили в эту зеленую гостиную. Здесь играли в шарады, продолжали разговоры об искусстве. А иногда Мария Николаевна играла для гостей на рояле. Помимо драматического таланта, она была одарена музыкальным. Вы видите балкон с правой стороны от меня. На этот балкон вышла Мария Николаевна. 2 мая 2020 года моросил холодный серенький, не по весеннему дождь. Это отмечался юбилей, 50-летний юбилей творческой жизни Марии Николаевны. Ей в тот момент было, конечно, уже не 50, а больше, но вот 50-летний юбилей служения Малому театру. Накануне Ермола получила записку от Владимира Ивановича Немировича Данченко. «Просим вас быть завтра, то есть 2-го числа, между 11 и 11 с половиной часами утра дома. Долго вас не задержим». Мария Николаевна вышла на балкон и изумилась. К дому с Тверской площади двигалась самая, наверное, мирная демонстрация, какая только может быть. Это шли деятели московских театров, студий, студенты, которые очень любили творчество Ермоловой сюда. И, поравнявшись с домом, приветствовали великую актрису. Есть кадры кинохроники, где Ермолова в белой шале на скорости того старого кино низко-низко и быстро кланяется публике, потом спускается вниз к центральному входу с букетиком фиалок в руках. И мы видим, как великие актеры того времени бросают вверх свои главные уборы, аплодируют и благодарят Ермолову за ее творчество. А вот это – самая священная комната для сотрудников Дома-музея Ермоловой – спальня великой актрисы. Здесь Мария Николаевна любила репетировать. По утрам эта комната частенько бывала закрыта, но из-за дверей можно было услышать великолепный грудной голос актрисы и отрывки из ее ролей. Ермолова прожила, как мы говорили, в этом доме 40 лет своей жизни. И наступил такой момент, когда она ушла из Малого театра совсем, это был 21 год, но еще 7 лет жизни она прожила в этом доме. Она сидела на диване, читала, очень любила читать Диккенса, любила читать религиозные книги, читала Библию. Она была человеком исключительно религиозным, есть иконостас ее в этой комнате. Сюда почти никто не входил из чужих людей при жизни Ермоловой, естественно, но молодых актрис она принимала, таких как, например, Вера Николаевна Пашенная или Александра Александровна Яблочкина, или тоже довольно рано ушедшей из жизни Вера Аркадьевна Шухмина. Это все актрисы Малого театра. Ермолова совершенно не умела, не воспитывала, не умела преподавать, но она, если обращались к ней молодые актрисы за помощью, за советом, она показывала отрывки из своих ролей, и уже дело было той актрисы, которая об этом просила, воспринять или не воспринять то, что показывала и говорила Ермолова. Так Мария Николаевна провела в этом доме последние семь лет жизни, частично в полном уединении. Муж уже умер, а дочь на время переехала в Крым. 12 марта 1928 года в 7 часов утра лучи восходящего солнца осветили прекрасное, строгое и навеки спокойное лицо той, которая составляла славу русского театра, вспоминала подруга дома Татьяна Львовна Щепкина-Куперник, которая присутствовала при печальном событии. Мария Николаевна Ермолова писала одному из своих друзей. Нет образа чище и светлее, чем Жанна Дарк. И сегодня в доме музея Ермоловой с полным на то правом говорят об актрисе ее же словами. Нет образа чище и светлее в русском театре, чем Мария Николаевна Ермолова.